Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей. В том числе и обзоры сравнения, технические, а также общие обзоры автомобиля. Ну, а если вас интересуют машины в наличии, либо вакансии и прочая информация про нашу компанию, все это будет по ссылке, которую вы сейчас видите на экране. Наш сегодняшний гость – это попытка компании Toyota сделать минивэн, который позволит вам очень сильно сэкономить на топливе. Toyota Prius, на базе которой эта машина базируется, известна как раз этими качествами. Но, к сожалению, у Prius есть один недостаток. Благодаря батарее, размещенной непосредственно внутри автомобиля в салоне, по большому счету багажник на нем оставляет желать большего. И вот с Toyota Prius Alpha компания попробовала ситуацию исправить. В следующие несколько минут посмотрим на автомобиль внутри и снаружи, немножко поговорим про технику, а также заглянем на него снизу на подъемнике. Встречайте! Toyota Prius Alpha как модель появилась в 2011 году. Машина базируется на тойотовской платформе THS2. Он выпускался до 2021-го, пройдя через рестайлинг в 2014-м. Один-единственный силовой агрегат представлял собой гибридную установку, базирующуюся на бензиновом двигателе объемом 1,8 литра на 99 лошадиных сил, плюс 60-киловаттный тяговый электродвигатель. Наш сегодняшний экземпляр 2013 года выпуска с пробегом по Японии всего 115 тысяч километров. Внешне Prius Alpha кажется крупнее своего чисто легкового собрата. Длина этого автомобиля 4 метра 61 сантиметр, что на 15 сантиметров больше, чем у исходной модели. Ширина 1,77 метра, а высота 1,57 метра. Колесная база этого универсала 2 метра 78 сантиметров. Снаряженная масса автомобиля 1470 килограмм, а максимально разрешенная 1745. Что касается толщины окраса, то Prius Alpha, как и Prius, это типичный продукт для внутреннего японского рынка. Слоя краса здесь тоньше, чем мы привыкли видеть на европейских или, к примеру, американских автомобилях. И для родной краски будет лежать в диапазоне от 75-80 до 92-100-105 микрон. По традиции обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения. Тем более, что Prius Alpha это тот автомобиль, багажник которого как раз и есть его ключевое преимущество перед исходной моделью. Доступ в багажник нам открывает широкая, но не очень большая по площади пятая дверь. Каталожный объем этого багажного отделения 535 литров при поднятых спинках задних сидений и 1070 присложенных. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Ширина проема в данном случае 110 сантиметров. Длина багажника по полу от спинок задних сидений до борта 93. Ширина по более широкой задней части 150, а по узкой средней порядка 99 сантиметров. Если же этих размеров багажного отделения вам покажется мало, вы можете сложить спинки задних сидений. Абсолютно ровного пола вы здесь не получите, будет небольшой наклон, но длина багажника у вас вырастет до 188 сантиметров. А если вам надо увезти что-то узкое, но при этом длинное, то просунув груз между сидениями, вы увезете здесь нечто длиной до 2 метров 60 сантиметров. А это достаточно солидная длина салона. Что касается дополнительных удобств по багажному отделению, с правой стороны мы видим 12-вольтовую розетку. Слева у нас есть плафон освещения с принудительным выключателем. Также есть петли для крепления груза, куда можно зацепить сетку. И под фальшполом в багажнике мы видим большой карман. Причем ниша здесь реально глубокая и крайне вместительная. В ее передней части у нас располагается формованная пенопластовая емкость, где располагается штатный инструмент. Домкрат, баллонник и буксировочная петля. В японской спецификации никакого запасного колеса производитель, кстати, не предусматривает. Стоит отметить, что как и на обычном Prius'е, здесь довольно высокий пол багажника, ввиду того, что под ним в передней части размещена батарея. Однако за счет большой высоты кузова этот момент не столь значительный. Высота от пола до потолка в данном случае целых 80 сантиметров. Что касается салона Prius Alpha, то здесь с обычным Prius'ом также контраст. Если в обычном Prius'е вы сидите достаточно низко и в целом панель получается очень высокая визуально, то в данном автомобиле посадка повыше, ближе действительно к минивенам. Что касается удобства посадки, то проблем с этим нет. При росте 1,86 м мне быстро удалось подобрать нормальное положение. Рулевая колонка здесь имеет регулировки как по наклону, так и по вылету. Водительское сидение можно отодвинуть достаточно далеко. И даже не опуская его до конца вниз, я практически выпрямляю левую ногу в колени. Правда, при этом достаю пол салона. В плане опоры под локти здесь все в порядке. Как по левой стороне, причем сама часть, которая оказывается у вас под локтем, отделана тканевым мягким материалом, напоминающим велюр. Так и справа, где на дверной карте также обтянутый тканью подлокотник. В плане кнопочек и органов управления это абсолютно стандартная Toyota. И любой человек, кто хоть раз сталкивался с продукцией этой компании, здесь освоится. Справа у нас абсолютно привычный стандартный блок стеклоподъемников и блок управления зеркалами. Зеркала имеют, кстати, функцию складывания. Справа от руля располагается блок вспомогательных клавиш. В данном случае здесь наличствуют клавиши омывателя фар и пара заглушек. Круиз-контроль на автомобиле есть. Выполнен он в виде привычного рычажка джойстика. Под рулевые переключатели удобно. Тянуться к ним не нужно. Все на своих местах. Так же, как и на Toyota Camry в 40-м кузове, на этом Prius вы можете управлять на рулевом колесе не только мультимедийной системой и бортовым компьютером, но еще и температурой. Соответствующие клавиши здесь есть. Они, кстати, прорезиненные и пользоваться ими очень удобно. Приборная панель располагается по центру, так же, как и на Prius C30 и достаточно удобно в плане читаемости. Отдельная клавиша у нас регулирует несколько предустановок по яркости подсветки приборов, настройка часов и кнопка аварийки, кнопка включения автомобиля. Отдельной клавишей выполнена активация режима паркинг коробки передач. Джойстик здесь нефиксируемый и достаточно удобный, когда к нему привыкаешь. Центр приборной панели занимает мультимедийная система с большим дисплеем, на которую можно вывести массу параметров. Плюс сюда же отображается картинка с камеры заднего вида. Внизу у нас управление климатом. Он здесь однозонный, но полностью автоматические клавиши тактильно различимы. Удобная поворотная рукоятка отвечает за регулировку оборотов. Внизу 12-ти вольтовая розетка и пара заглушек на тех местах, где вполне возможно в некоторых комплектациях располагаются подогревы передних сидений. На центральной консоли клавиши управления режимами работы автомобиля, движения чисто на электротяге, экономичный либо режим спорт. Что касается бардачков и подстаканников. В данном случае у нас присутствует довольно глубокий центральный бокс, где есть отдельная полочка, которую можно двигать и переставлять. Большой подстаканник по центру, бардачков здесь два, причем и верхний и нижний достаточно неплохи по своему объему. У пассажира на панели есть выдвижной отдельный подстаканник, ну а водитель справа такой роскоши, к сожалению, лишен. Здесь только маленькая непонятного назначения полочка, возможно под ключ. Внизу в центральной консоли есть карман, куда можно что-то поставить, например, мобильный телефон и удобная плоская полка с высокими краями, откуда ничего у вас не вылетит при маневрировании. Внизу дверной карты довольно маленький кармашек и углубление под стакан, либо бутылочку. Также наверху у нас есть футляр для очков. В плане обзорности к Prius Alpha на самом деле вопросов минимум. Здесь довольно низкая линия остекления, присутствуют дополнительные окошки в передних стойках, убирающие мертвые зоны, и лобовое стекло, которое не представляет собой здесь амбразуру. Отстоит оно от вас далеко, но единственный минус, которому можно придраться, это капот невидимка. Хотя для автомобилей с подобным клиновидным силуэтом передка это скорее норма, придется привыкнуть. Боковые зеркала, несмотря на зауженную краю форму, достаточно неплохие по площади, пользоваться ими удобно. Ну а с обзорностью назад выручает камера. Давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается пространства на втором ряду Prius Alpha, то здесь очень вольготно. Сидение очень неплохое по высоте, кстати, приятно мягкое, практически не отформованное, то есть три человека сядут свободно. Опора под локти у пассажиров наличествует, это такой же обтянутый тканью подлокотник, плюс по центру есть откидной, правда без подстаканников и дополнительной роскоши. Зато спинка заднего сидения регулируется в несколько положений, по наклону, и вы можете подстраиваться так, как вам будет удобно. При моем росте 1,86 метра запас для коленей здесь весьма достаточный, даже при вертикальном положении спинки есть место над головой, и в целом в дальнюю дорогу на этом автомобиле отправляться можно. Из дополнительных удобств можно отметить, разве что выдвижные подстаканники для заднего ряда. Что касается подкапотного пространства Prius Alpha, то здесь картина ровно та же, что и у обычного Prius. С бензиновым сердцем данной гибридной силовой установки выступает 2ZR FXE. Двигатель, представляющий собой алюминиевую рядную четверку с двумя верхними распредвалами. Здесь есть фазовращатель, правда только на впуске, привод ГРМ цепной и стоят гидрокомпенсаторы. Заниматься регулировкой зазоров на этих двигателях не приходится. Мощность самого бензинового агрегата здесь 99 лошадиных сил. Работает он в паре с электромоторами. Первый электромотор выступает в роли генератора. Он заряжает батарею и в случае чего питает тяговый электродвигатель на оси. Кроме того, он выступает в качестве того самого звена, которое меняет передаточное число на колеса от двигателя. Также используется, собственно, для запуска бензинового ДВС. Стартера в привычном понимании здесь нет. Также адаптированный для работы в составе гибридной установки ЗТР лишен навесного оборудования здесь. Электрический компрессор кондиционера и электроусилитель рулевого управления. Распределением потоков энергии между тяговым двигателем, батареей и генератором занимается инвертор. У инвертора есть своя собственная система охлаждения, так что антифриза здесь два контура и они между собой не сообщаются. А это значит, что здесь две помпы. Сама гибридная схема от Toyota крайне надежна. Проблемы здесь могут возникать на очень больших пробегах либо по самой батарее и решаются через замену отдельных, начавших терять емкость ячеек, либо глобального толка, когда выходит из строя инвертор. Правда, зачастую на тойотских гибридах это связано с выходом из строя помпы инвертора и, соответственно, с его перегревом. Коробки передач в привычном понимании здесь нет. Вместо нее планетарный редуктор, который практически невозможно убить. По сути дела, проблемы, с которыми может столкнуться владелец подобного автомобиля по бензиновому мотору следующие. Первое. Это расход масла на угар, который может появляться здесь к пробегам около 150-200 из-за залегания колец. Бывает, подкидывает вопросы натяжитель цепи ГРМ, а также происходит случай утечки антифриза через теплообменник системы EHR. Эта система отвечает за подогрев антифриза за счет выхлопных газов. В целом же ЗТР серия достаточно надежна, а гибридные версии надежны вдвойне. Очень многие владельцы подобных автомобилей докатывали двигатели до пробегов тысяч в 300-350, после чего предпочитали просто заменить их на контрактные агрегаты. Это выходило гораздо дешевле и менее затратно по времени, чем переборка мотора. Хотя в некоторых случаях достаточно было поменять колечки. Ключевым плюсом сочетания такого двигателя и электромотора является практически мгновенный отклик на нажатие педали акселератора, разгоняется Prius достаточно резво, а также минимальный расход топлива. Даже на большом минивэне в городском цикле вполне реально укладываться в отметку 4,5 литра на 100 км пробега. И чем больше вы стоите в пробках, тем меньше здесь вы тратите топлива. Ну а перед тем, как посмотреть Prius Alpha снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. По каталогу его значение для этой модели 145 мм. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли это действительности. Самая низкая точка в данном случае будет находиться под защитой моторного отсека и расстояние от асфальта до нее 13,5 см, что ниже заявленного. Также в передней части достаточно низко подвешен пластиковый брызговичок, до него те же 13. А пластиковая защита под передним бампером находится в 15 см от поверхности земли. Но к поребрику вы, тем не менее, подъехать в целом можете, поскольку расстояние до кромки самого бампера в передней части, где защита еще не начала снижаться, находится на расстоянии 18 см от асфальта. До пластиковой накладки порога за передним колесом 16 см. До поддомкратников задней части порога 15,5 см. Ну а расстояние до кромки заднего бампера от земли 23 см. Так что задним ходом можно парковаться к любому препятствию. Что касается ходовой части Prius Alpha, так же как и на исходной модели, подвеска здесь выполнена по схеме Макферсон спереди и по зависимой схеме сзади. Передние подвески этого автомобиля обращают на себя внимание разве что непривычно большой длины стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Зато нижние шаровые опоры крепятся к рычагам на болтовых соединениях. Соответственно, их можно поменять по отдельности без необходимости снимать весь рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости у нас располагается снизу под подрамником, и для доступа к нему нужно открутить буквально несколько болтов для замены тех самых втулок. Рулевая рейка здесь, как уже было упомянуто в разговоре про двигатель электрическая, соответственно, никаких протечек вы по определению не увидите. Обращайте внимание на характерный для большинства моторов ZR серии момент. Это запотевание по лобовине, то есть по крышке прикрывающей цепи. Но в данном конкретном случае ничего этого нет. Напоминаем, пробег автомобиля по Японии 115 тысяч километров. Что касается антикоррозионной защиты, то в передней части машины мы видим только шовный герметик. Это касается передних лонжеронов. На самом днище в некоторых местах антикор нанесен, и его здесь будет побольше, чем на многих моделях Хонды, особенно бюджетного сегмента. Но, тем не менее, для эксплуатации Prius в регионе, где на широкую ногу поставлено использование зимой антигололюдных реагентов, лучше все же дно автомобиля обработать. В задней части автомобиля мы видим топливный бак, объем которого 45 литров. Он сделан из пластика. А вот его заливная горловина металлическая. И как раз располагается она в таком месте, где постоянно сыро и влажно. Так что при осмотре подобного автомобиля в боу-виде, особенно если пробег будет большой, убедитесь, что горловина не имеет следов поражения коррозии. Задняя подвеска этого автомобиля, традиционная балка с двумя селинблоками. И выходить из строя здесь решительно нечему, кроме амортизаторов и пружин. Кстати, здесь они разнесены отдельно друг от друга, что упрощает замену компонентов. Кстати, тормоза у Prius Alpha в круг дисковые. Что касается антикоррозионной защиты в задней части автомобиля, то здесь мы видим только следовое количество антикора на самом тазике багажника. Ну и, конечно, герметик на швах. А вот в районе усилителя бампера как раз-таки антикора практически нет. Таким мы увидели сегодня автомобиль Toyota Prius Alpha 2013 года выпуска с пробегом по Японии 115 тысяч километров. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы проехали уже не одну сотню тысяч, и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобной модели, ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Если же вас заинтересовал конкретный экземпляр, который оказался сегодня на нашем подъемнике, то существует приличная вероятность того, что к моменту выхода видео эта машина все еще будет у нас в продаже. В компании RDM Import в городе Новосибирске всю интересующую вас дополнительную информацию по автомобилю уточняйте по контактному телефону, который мы оставим в описании под видео. На нем также есть WhatsApp, поэтому пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор оказался вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и не забывайте указывать в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас добыть и отснять. Спасибо, что смотрели. На этом все. До новых встреч на канале и пока!